Вот уже второй год подряд делегация российских историков приезжает в апреле в Банско-Быстрицу, в музей Словацкого национального восстания, для открытия выставок и обсуждения проблемных вопросов, связанных с одной из наиболее трагических страниц прошлого. Пространство исторической памяти зачастую становится полем политико-идеологических баталий, в том числе в угоду политической конъюнктуре. Поэтому вопросами истории должны заниматься профессиональные ученые. В этом убежден член Президиума Российского Исторического Общества, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Наша роль проста и в то же время сложна. Отстаивать правду, отстаивать свою точку зрения, не занимаясь фигурой оболчания в то же время, то есть не выдергивая одни факты, одни документы и не говоря ничего о других документах. Потому что из истории ничего ведь не вычеркнуешь. 1939 год – это такое сложное переплетение событий, когда вся Европа, собственно говоря, дышала войной. Участники конференции сошлись во мнении, что не вполне корректно рассматривать историю начала Второй мировой войны в отрыве от того, что происходило как до, так и после этой даты. Находимся мы в здании Музея Словацкого национального восстания, который является, наверное, одним из наиболее ярких эпизодов всей словацкой истории. И это событие связано с войной словаков, с борьбой словаков с фашистами во время Второй мировой войны. И на самом деле, вот мы это видим, словаки повели себя в высшей степени достойно. Они сами организовали это восстание, сами начали боевые действия, естественно, с помощью Советского Союза, с помощью Красной Армии, которая им в дальнейшем очень сильно помогла. Важность анализа исторического контекста при работе с архивными документами, роль историков в формировании у широкой аудитории правдивого представления о минувших событиях – это лишь немногие вопросы, которые обсуждали российские и словацкие эксперты. Музей Словацкого народного восстания делает серию конференций о годах Второй мировой войны, теперь о 1939 году. Мы это делаем с многими землями, не только Россией, как здесь будут выступать историки из Чехии, Польши, Венгрии, Германии и других стран. Но это хроника Второй мировой войны. Мы уже работали с годами 1941-1945, теперь мы вернулись до 1939 года. В работе конференции принял участие директор Музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, который рассказал о роли музея в сохранении памяти о Второй мировой войне. Наша миссия – сохранить память об этих событиях, а главное – рассказать о трагедии войны, о том, что пришлось пережить нашим предкам, чтобы победить нацизм и не допустить повторения этих событий. Музей является одним из крупнейших военно-исторических музеев России и самым посещаемым в Южном федеральном округе культурно-просветительским учреждением. В ходе визита в Словакию делегация российских историков приняла участие в открытии историко-документальной выставки 1939 год «От умиротворения к войне». То, что сейчас мы проводим здесь, эту выставку, это все-таки позволяет нам и здесь говорить о том, как было на самом деле. Главный элемент программы мероприятия – это конференция, посвященная 80-летию начала Второй мировой войны. Вместе с тем, сейчас мы открыли выставку, выставка подготовлена Федеральным архивным агентством, документальную выставку, посвященную событиям 1939 года. И, конечно, выставка предваряет большую выставку архивных документов, которая придет в Москве в августе этого года и на которой многие документы будут показаны впервые. Советник-посланник посольства Российской Федерации в Словакии Андрей Шабанов заметил, что в некоторых странах участились попытки уравнять палачей, убивавших мирное население, и их жертв. По его словам, экспозиция призвана напомнить широкой аудитории о реальном развитии событий. Кроме того, российские историки возложили цветы к монументу советским войнам и мемориалу Словацкого национального восстания в Банско-Быстрице и провели встречу с председателем Матицы-Словацкой Марианом Гешпером. Участники конференции договорились о том, что осенью этого года под эгидой Рио в МГИМО в Москве пройдет конференция, посвященная 75-летию Словацкого национального восстания. Редактор субтитров А.Семкин